Вслед за российскими военными на Арктику обратил внимание Пентагон. Зарубежные СМИ сегодня сообщили о заявлении главы военно-морских сил США Джонатана Гриннарта. Он уверен, что Америка должна как можно быстрее размещать свои подлодки и эсминцы на седьмом континенте, иначе потеряет позиции в гонке за северный морской путь. Основная часть артерии пройдет вдоль российского побережья Арктики, а также через северо-западный проход в Канаде. Эксперты утверждают, что активное движение по Севморпути станет возможным в ближайшие 12 лет. Впрочем, грузооборот в Северном Ледовитом океане растет уже сейчас, вместе с интересом международных игроков. Сегодня большой интерес проявляют к северо-морскому пути и Китайская Народная Республика, и Корейская. Есть планы, так скажем, прохождения и грузов дальнейшее в северо-восточную Европу, и, наверное, по увеличению перевозки грузов ежегодно. Кроме того, арктические страны наращивают свое военное присутствие на Севере. В конце прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу объявил о создании в регионе специальной группировки войск для защиты национальных интересов. Это коснется в первую очередь аэродромной инфраструктуры Крайнего Севера. В частности, военные вернутся в Наринмарский аэропорт, в Амдерму, новую жизнь получат воздушные гавани Рогачева на Новой земле, Нагурская на земле Франца Иосифа.